Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Николай. И я решил провести разговорную пересадку. Получил посылку с хоями. Не судите меня строго, были стрессовые моменты в жизни. Кто-то выпивает, кто-то еще что-то делает. Я покупаю раз в день. Так вот, я купил 4 хои в одной посылке. И еще, кстати, 3 посылки идет. Но это отдельная история. Сегодня не о них, сегодня не о них. Я на работе, как вы можете видеть по джунглям. Так вот, 2 хои я уже пересадил. Я вам сейчас их покажу. И 2 решил пересадить вместе с вами, показать, как я это делаю. Именно перевод из обычного грунта, транспортировочного, так сказать, на фитиль в грунт лечуза. Как-то спрашивали меня, как я делаю. Это вот именно уже такие растения, грубо говоря, живущие долгое время в обычном грунте. Как я их перевожу и покажу вам примеры растений, которые уже у меня тоже адаптировались. Из обычного грунта в лечузу и как они себя чувствуют. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Сейчас сначала покажу первые растения и потом 2 пересадим вместе. Поехали. Так, друзья, вот растения мной уже пересажены. Они были пересажены мной вчера без видео. Так у меня не было времени. И состояние их было не очень хорошее. Пришли растения красивые, на самом деле, красивые экземпляры. Но в очень плохом виде они приехали, они были все в земле. Поэтому мне пришлось их сразу промывать тщательно, приводить в порядок. Вот такая хоя. Я вам напишу название их. Я еще пока не сильно знаком с их названиями. Она у меня уже сидит, как вы можете видеть, в грунте лечуза на фитильном поливе. Этот стаканчик надо будет еще покрасить в будущем нижний. Все, я вам сейчас в процессе покажу пересадки следующих растений. Вот такая. Мне кажется, она красивая, достаточно яркая, такая светлая. Потому что большая часть у меня все-таки этих растений, хой, они у меня какие-то зеленые, темно-зеленые, с какими-то крапинками. И еще вот такая пришла тоже. Тоже очень крупное растение. Ее посадил сразу на опору. Как вы можете видеть, такая бамбуковая опора. Покупал я их на Алиэкспресс. Целый пучок. Красивые листья, тоже слегка такие ворсистенькие. Есть следы, как вы можете видеть, светлые. Это явно ее поливали жесткой водой. Вода оставалась на листьях, но это постепенно все можно протереть. Потому что я ее хорошо уже искупал изначально. Тоже на фитиль в грунт лечуза. Вот вы можете видеть, системка. Растения имели достаточно крупную, особенно вот эта имела крупную корневую систему. Я вам сейчас покажу в дальнейшем, как я ее обрабатываю. И покажу примеры растений, которые уже какое-то время живут у меня в системе лечуза. Уже больше месяца. Второй месяц пошел. Вот это хоя. Ее название даже не видно из-за роста. Бур. Так, секунду. Не концентрируется. Бур-то-ни-а-е-вар. Орегатная. Вот такая хоя. Она у меня уже растет какое-то время. Покупал я ее тоже крупным экземпляром. И вот она адаптировалась. Листик такой старый. Я его не отламываю, потому что он живой. И вы можете видеть, у нее пошел новый рост. Причем достаточно активный. Так, где моя рука? Вот. Это все уже выросло у меня. Вот я вижу еще какие-то микролисточки здесь пытаются развиться. Также вот это все. Это тоже новый рост. То есть чувствует она себя прекрасно, данная хоя. Например, вот эта хоя тоже покупалась изначально сразу в грунте. С большим количеством корней. Конечно, при промывке грунта часть корней была испорчена. Но вот, все растет. Растит очень много нового роста тоже. Эскимо. Вот такая вот хоя тоже вся в новом росте. То есть прекрасно прошла адаптацию. Кстати говоря, вот здесь у меня еще есть новинка. Тоже вот такая. Кстати, у меня здесь еще много черенков тоже мне подарили. Все как узнали, что я люблю хоя, мне начали их дарить. Все черенки срезать. Вот такая хоя. Это хрониана, по-моему, она называется. Как-то данная хоя. У нее несколько названий. Вот тоже был крупный куст. Причем, смотрите, у нее даже еще два горшочка у меня дополнительных. И еще был один. Я его уже тоже подарил. Вот такая хоя. Тоже была с огромной корневой системой. Я вам ставлю фото. Я ее разделял. Каждое растение отдельно. Поэтому посадил в несколько горшочков. Потому что они просто в один горшок у меня не помещались. Куртиси. Куртиси называется данная хоя. Я как-то по-другому назвал. Куртиси это хоя. И вот смотрите, листики жесткие. Я вижу, что чувствует она себя нормально. Даже пошел, я вижу, какой-то первый новый рост. Хотя изначально она, конечно, новый рост подотсушила. Когда она у меня была переведена только в новый грунт. И листья так потеряли немного тургера. Но я вижу, что она адаптировалась хорошо. И вот еще, например. Многие на самом деле были в грунте. Но вот я показываю растения в первую очередь, которые были с большой корневой. Хоя макрофилово-реегатная. Вот этот лист она уже вырастила у меня в личузе. Посмотрите, какой размер. Это восторг. Смотрите, какая огромная листовая пластина. Вот изначально листья, с которыми она была. Вот тоже листья. Кстати, друзья, кто знает, это вот следы. Она с ними была изначально тоже. А это следы от того, что ее ел вредитель. Похоже очень на следы от рипса. Или это у них по каким-то причинам. Я знаю, что есть наверняка люди, которые занимаются очень долго хоями. Вот тоже у нее на старом листе вот такая штучка. А вот на новых, вот, кстати, новый лист тоже. Этот поменьше, но он только недавно вырос. Вот она растит, два новых листа тоже. Тут растит она два уса. И еще один есть ус. То есть, кстати, причем листья появляются очень быстро. Но вот этот лист, это был самый первый после пересадки. Надеюсь, что эти, которые сейчас у нее растут, новенькие. Вот этот и вот эти тоже увеличатся в размере. Будет здорово. Прекрасно себя чувствует в грунте этом личуза. Видите, в таком же стаканчике на фитильной системе. Единственное, стаканчики я уже эти все покрасил. Чтобы они не были прозрачными, не портилась вода в них, не начинала цвести. В общем, вот такая история. Сейчас пересадим с вами еще два растения. И вот растение, которое мы с вами пересадим. Это вот такая сансеверия. Вылетает из головы их название. Сабах. Я вам напишу все на экране, опять-таки. Давно ее хотел. По-моему, называется как-то Сабах. Или Сабах, или Сабат. Чем-то она похожа на калистафилу. Но у калистафилы листья немного другие. Более яркие, такие более прожильчатые. А у этой более светлые. Красивое растение, на мой взгляд. Тоже есть следы. У нее такого полива жесткой водой. Не обращайте внимания. Это, кстати, одноразовые простыни, которые я использую в работе. Они потом у меня остаются. Их прекрасно можно использовать для пересадок. Не так все пачкается. То есть вся грязь, вся земля останется здесь. И есть еще вот такая. Это шла просто с номером. То есть у нее были циферки. В названии не было имени. Такая, можно сказать, безымянная. Но с циферками. Я знаю, что ухой это пипичное дело. Тоже красивое растение. Тоже пересаживать будем, опять-таки, влечу зу на фитиль. И нам понадобится опорка для них. Обе посажу на опоры. Вот такие вот интересные листья у нее. Прикольные. Мне нравится. В общем, эти две хои сейчас будут у нас на пересадок. Я чуть-чуть изменил ракурс, чтобы было лучше видно. Так, вот я сейчас освобожу от этого транспортировочного горшка. Посажена она в обычный, по-моему, торф. Аккуратно достаю. Смотрите, видите, вот ком. И сейчас я этот ком аккуратненько... Кстати, корней здесь у нее немного. Вот так. Но у меня все равно все сыпется сюда, на эту одноразовую простень. Аккуратно, разминая, буду освобождать все корни. Сильно, как я уже сказал, не нужно ломать ничего. Желательно, по минимуму, повреждать растение. После того, как я полностью уберу весь этот грунт, стандартный, так сказать, земляной ком этот, я буду растение промывать. Нужно будет хорошо нам промыть корневую систему. То есть, прям такой плотный, вы знаете, грунт, волокнистый. Мне кажется, как будто бы ее даже из какого-то торфяного стаканчика просто воткнули в этот горшок, потому что она очень легко из него вышла. Не беспрепятственно. Но, конечно же, опять-таки, я хочу сначала, изначально, побольше этого грунта отрясти, стряхнуть просто так, потому что иначе это может нам потом забить раковины, да, или где мы это будем все дело промывать. Я обычно промываю все дело в раковине. И, конечно же, я не очень хочу испортить сточную систему. Поэтому максимально очищу и покажу вам уже ее промытой. То есть, промываем мы опять-таки, всем понятно, я думаю, да, будет легко под сточную, под струю проточной воды и аккуратно-аккуратно очищаем еще там какие-то кусочки, какие-то небольшие фрагменты грунта, и все. И после этого мы ее с вами отложим на секунду и промоем точно так же второе растение. Пойду промывать. Так, друзья, я промыл корневую систему этой прекрасной хвои. Посмотрите, какие у нее красивые листья, очень красивое растение на самом деле. Так вот, а корневой сейчас, вы видите, как она промыта. То есть, не нужно ее прям драить, щеткой какой-то прям отдирать пинцетом каждый кусочек грунта. То есть, максимально промыто. Что-то на корнях осталось по минимуму. Опять-таки, тоже не нужно оставлять комья грунта обычного. Но вот так осталось на корнях немного грунта. Не страшно, это можно оставить. Постепенно растение разрастется, и оно никакого значения иметь не будет. Лично я заметил, что прекрасно себя чувствуют растения, никак не влияет на них. А с другой стороны, да, если сильно отдирать все, то мы просто уничтожим корневую систему, и растение будет дольше болеть и дольше адаптироваться. Вот так. Это первое. И сейчас я сделаю то же самое со вторым растением. Первое пока поставим здесь. Положим, покладем. И пойду за вторым. Так, друзья, вот второе растение. Здесь мне пришлось повозиться значительно дольше, так как корневая намного крупнее. И было больше работы. Эти все фрагменты, они настолько уже незначительны, микроскопичны, что, я думаю, будет все нормально с растением. Уже я так промывал подобные. Тут либо убирать корни полностью, либо промывать вот так. Поэтому какие-то мелочи, значит, еще может чуть-чуть почищу уже рукой. Какие-то кусочки, если отойдут. Хотя, вы знаете, уже особо ничего не отходит. Долго я промывал. Практически не повредил эту корневую, то есть минимально. В общем, выглядит она хорошо. И сейчас мы приступим к посадке. Для посадки понадобятся горшки. Я взял небольшие горшки, так как корневая, в целом, небольшая. И прозрачные стаканы. Если у вас есть готовые горшки под размер корневой, прекрасно. У меня нет, поэтому я буду делать сам. Также мне понадобится шнурок, обычный синтетический шнурок любого цвета. Главное, чтобы был синтетический. Для того, чтобы сделать такие горшочки. И также я сделал отверстие вот здесь, в этом стакане. Так как этот горшок, когда входит в стакан, создается эффект вакуума. Если будет эффект вакуума, то вода просто не будет циркулировать по нашей системе. Поэтому обязательно делаем такое отверстие, дабы поступал воздух и вода нормально циркулировала. Также мне понадобится универсальное удобрение осмокот, которое я буду добавлять в грунт. И сам грунт лечуза. Вот такой вот. Любой марки я использую вот эту марку лечуза. Опять-таки, мне как-то уже писали реклама. Это не реклама. Я просто делюсь опытом. Честно говоря, мне не платят. Если кто-то из лечузы меня увидит, заплатите мне, пожалуйста. Я про вас постоянно говорю. Вот такое дело. Первым делом я буду использовать... Мне нужны мои ножницы. Так, я начинаю изготавливать отверстия. Делаю отверстия и буду сейчас просто помещать шнурок. Друзья, показываю все очень дотошно. В том плане, что медленно, чтобы все все поняли. Если кто будет изготавливать сам, просто аккуратно наш синтетический шнурок продеваем в отверстие. Пропускаем, делаем внутри своеобразную петличку. Петличку не нужно прижимать к дну горшка. То есть, должно быть какое-то небольшое расстояние между дном горшка и самой веревкой. Вот так вот оставляем. Примерно вот так это получается у нас все. И вот так выглядит готовая конструкция. Очень легко, очень просто все у нас расположилось. Достаточно длинный шнурочек. И то же самое я делаю со вторым горшком. Также продеваю. И сейчас я вам покажу мои бамбуковые опоры. Я их обворачиваю изолентой. Изолентой, дабы не были непостоянно во влаге. Так как грунт лечуза, он все равно постоянно достаточно влажный. И не хочется, чтобы было какое-то гниение. Хотя бамбук в целом не сильно гниет. Но я решил еще изготовить вот такие вот своеобразные чехольчики. Из обычной нашей, самой обычной изолент. То же самое сделаю со вторым. И вот так вот готовая конструкция. Как вы еще можете видеть, я закрепил ее. Вот здесь мой шнурок. Все прекрасно, все видно. Стаканчик прозрачный, потом его покрашу. Но пока вот такой. И закрепил опять-таки изолентой данную опору. Потому что это очень удобно. Растение любого веса не будет ее двигать. Не нужно эту опору как-то постоянно поправлять. То есть она закреплена. Изолента ее прекрасно закрепляет. И все. И мне кажется, очень удобно будет такая конструкция использоваться для дальнейшей моей посадки. Так, друзья. Вот такие мои корзинки. Фактически готовы. Копеечное дело. То есть, мне кажется, неплохая экономия. Вот сейчас на чем мы потратим денежки. Это на грунте лечуза. Который я буду потихонечку набирать. Сначала уже этот стол. Технический момент. По одному я буду это делать. Не сразу два горшочка. Так. В общем, буду брать стакан. Мой. Буду набирать лечузы. Вот я покажу, кто ее не знает, как она выглядит вблизи. Вот так она выглядит. Это минеральный грунт. Там уже различные добавленные удобрения. Но, опять-таки, я добавлю еще немножко в этот грунт лечуза моего осмокота. Знаете, на такой горшочек, как я выбрал для посадки, вот такая небольшая щепотка. Вот буквально я эту щепоточку, можете видеть, добавил сюда. Все, теперь немножечко это все дело размешаю, чтобы он распределился. Осмокот. Возьму мою первую хою, которую я буду высаживать, я думаю. В этот горшочек пойдет данная хоя. Корней у нее немного, как я уже сказал, но достаточно, чтобы... Надо только понять, в каком направлении я хочу ее высаживать. Я думаю, вот так она пойдет. Да, вот так я ее буду сажать, чтобы ничего не завалилось у меня здесь. И все. Друзья, первый слой сейчас я насыплю осмокота на дно. Осмокота с лечузой, не просто осмокота. И дальше я ее аккуратно засыплю. Корней немного, поэтому супер много грунта ей тоже будет не нужно. Вот так, я думаю, самое оно. Еще, как максимум, у меня тут еще есть немножко. Вот так, еще жменьку сверху я добавлю. Все, главное, что корешки присыпаны. Все присыпано. Я ее уже красиво чуть-чуть подвяжу, чтобы вам показать эту хоечку красивую. Но пока это так. После этого я сейчас посадил одну, сейчас посажу вторую. И после этого нам надо будет пролить нашу систему, чтобы она активировалась, чтобы она заработала. Теперь мы берем наш второй горшочек. Такая же абсолютно схема. Набираю полный стакан пластика, выгнется. Выгинается полный стакан грунта. Щепоточку чуть больше осмокота. Высыпаю. Частишно беру растение. Помещаю его в грунт. И теперь так, примерно так оно будет у меня стоять. Стоять, я сказал, будет оно у меня примерно так. И теперь я его просто засыпаю до конца. Засыпаю лисчузой. Смотрите, как красиво получается. Еще чуть-чуть осмокотика. И все, и аккуратно, аккуратненько. Практически в этом случае до краев, так как здесь корневая шикарная. Подзасыпаем все это дело. Все, вот так она у меня будет стоять. Сюда немного и еще капельку. Все, щедрая душа. Я засыпал все это дело. Вот, в принципе, и вся посадка. Друзья, смотрите. Две хои посадил. Минутное дело, фактически. Единственное, надо было чуть повозиться промыть. Сейчас я вам покажу, опять-таки, для тех, кто не понимает на словах, покажу, как пролить растения. И все. И фактически они будут жить. И по моему опыту, по остальным растениям будут жить они вполне себе прекрасно. И даже наверняка скоро пойдут в рост. Начинаю. Колодезная, практически, кристально чистая вода. И мы просто проливаем аккуратно всю систему. Аккуратненько, чтобы попало, так сказать, на все краешки. Потихонечку сюда сливается какая-то пыль. Ее можно в будущем убрать. В принципе, не принципиально. Так как горшочек я буду закрашивать. Но, конечно, промыть можно. Заливаю, заливаю водичку. Но, друзья, такой момент. Очень важно, чтобы вода не доходила до края горшка. Это тоже надо момент учитывать. Поэтому, опять-таки, вот это отверстие, которое я в свое время сделал, чтобы не было вакуума, оно мне, когда я горшок покрашу, будет служить ориентиром, до какого уровня набирать воду. То есть, когда вы будете делать отверстие, если вы будете делать так же, как я, то делайте его пониже, чем донышко горшка. Вот, в принципе, вот такая система. Больше воды наливать сюда не нужно. Все мы пролили. То есть, грунт сам напитается. Потихонечку начнет набирать влагу. И растение будет жить в такой системе. То же самое мы сейчас сделаем с вами со второй хои. Мне кажется, нагляднее уже нельзя. Но если еще какие-то останутся вопросы, то пишите. Немножко осмокота, лечу за. Вот, пошла водичка выходить. Да, потихоньку проливаем, проливаем, проливаем. Вот так. Все. Больше я даже наливать не буду. Не нужно, чтобы доходило прямо до края. Так как иначе будет сильно большой приток воды, все-таки система должна немножко тянуть. Не знаю, я должна как-то объяснить, но я замечал, что когда сильно много воды наливаю, то иногда на растениях начинают появляться какие-то капли. То есть, они начинают избавляться от влаги. Вот такой уровень будет оптимальный. Все. Сейчас я доведу красоту до ума и покажу вам финальный результат. Вот так выглядит финальный результат. Пока что я, как я уже сказал, не красил нижние стаканчики. Подвязал немножко. Когда они станут попышнее, можно будет их, конечно, поинтереснее завязать, но на данный момент они выглядят так. Эти прекрасные растения, эти хои. И вот эти две тоже здесь уже нежатся на солнышке. В будущем мне придется, друзья, делать перестановку. Вот это все надо будет переставлять, так как растения растут. И нужно будет место. Здесь нужно будет покупать новый стеллаж. Этот стеллаж я хочу практически полностью освободить от этих растений и оставить на нем тоже хои. Но еще останутся мои аллоказии. Кстати говоря, вот они, какие красивые растут. Их тоже я хочу пересадить. Кстати, напишите, будет ли интересно небольшое видео разговорная пересадка этих аллоказий. Одна и другая. Фрайдек и макрориза. И, кстати, вот которая, я говорю, что похожа на собак. Хоя, это вот это. Калистофила. Вот уже домашний лист. У меня она выдала, смотрите, со сплашем, прям с хорошим. Хотя изначально пришла просто зеленая. И вот тоже лист она выдала. Тоже сплашик такой хороший. Именно вкрапление. Потому что солнца хватает. Достаточно яркий. А там у меня укореняется одна глоанема. Специально поставил в это место, чтобы не мазорило мне глаза. Поэтому, но солнце там она тоже получает. В общем, вот такой результат. Друзья, я доволен. Мне нравится. Берите на заметку. Этот способ посадки при желании используйте. Все. До новых встреч. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. И увидимся в новых обзорах. И просто в каких-то растительных, цветочных видео и прогулках. Пока-пока.